Ногу я подумал об Авиэле, у него очень сильные переживания в отношении ног, ноги, и он как-то даже свидетельствовал об этом. Это важно, как хвалить на самом деле Господа, потому что когда мы, согласен абсолютно с Ариэлем, что когда мы хвалим Господа, мы действительно притягиваем сюда Божью славу и Божью силу, потому что Бог живет там, где мы Его восхваляем. И Божья сила, она способна исцелить, она способна восстановить полностью. Я говорю, что даже люди иногда не верят в то, что это возможно, потому что, я уже свидетельствовал, еще раз повторю, когда меня брали в операционную, они сказали, что скорее всего домой я не вернусь со своей ногой, то есть не я ампутирую. Но поскольку я верил, что если Бог меня сотворил, и образ Божий он с двумя ногами, соответственно, я должен прийти сюда с двумя ногами, я пришел в больницу, чтобы вылечиться и уйти с двумя ногами. Я просто попросил всех молиться и сам прославлял Господа из-за тех врачей, которых он мне дал, он действительно дал очень знающих врачей. И когда на следующий день пришел врач и снял повязку, и просто уже как бы, ну, они рассматривали вариант ампутации, он просто посмотрел и сказал, говорит, так, не бывает. Я говорю, в смысле? Он говорит, у тебя, говорит, все, нет отека, нет признаков воспаления, мы не берем тебе никакую вторую операцию, все в порядке. И я действительно тогда воздал всю славу Господу, прям вот на одном дыхании, потому что такого Бога, как у нас, нет. Бог, который действительно отвечает на молитвы, который сохраняет человека в том виде, в котором он его создал, потому что именно он создал нас в утробе матери, он достоин всякой хвалы и всякого поклонения. И вот как раз я хотел прочитать это местописание, 94-й Псалом. Он призывает нас, когда мы идем к Господу, перед, вот, как бы, я всегда его, когда вот, особенно общаюсь с нашей группой прославлений, я этот Псалом, как бы, даю в качестве примера. Смотрите, с чего он начинается. «Придите и воспоем Господу с восклицанием твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием в песнях восклицанием Ему. Ибо Господь есть Бог, великий Царь, великий над всеми богами, в Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море. И Он сказал, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его». Это как раз то, о чем сейчас говорил пастор Риэль, что дьявол пытается забрать у нас то самое видение всего, что происходит вокруг нас. Если мы с вами вернемся чуть назад, в 18-й Псалом, там написано, что даже небеса поют славу Господу. И если уж небеса поют славу Господу, мы знаем, что там 24 часа 7 дней в неделю происходит прославление. То как мы здесь не можем повторить это? Если мы действительно хотим, чтобы воля Божья была на земле, как на небе. И вот призывая это, повторяя то, что происходит там на небесах, мы действительно призываем славу Божью на земле, как на небе, и тогда происходят в нашей жизни чудеса. И одно из таких чудес мы будем с вами отмечать буквально в скорое время. На самом деле, не важно, когда его отмечать, мы можем отмечать его каждый день, называется Рождество Христово. И это Рождество на самом деле не просто младенца Иисуса Христа, это Рождество обновления в нашей жизни. В наша жизнь приходит обновление, потому что рождение Иисуса, оно ознаменовало собой приход того самого Нового Завета, то есть связующего звена между тем, что было, и тем, что будет. И это должно было произойти, потому что Бог обещал через свое послание об обновлении и говорили. Но дело в том, что как раз об этом сегодня такое откровение пришло. Помните, мы говорили на ханукальных эфирах о том, почему же все-таки евреи ждали Иисуса с мечом? Да. Я думаю, что я нашел ответ на этот вопрос. Девятая глава Исаии говорит нам об этом совершенно четко, почему, собственно, евреи ждали... Дело в том, что я могу помнить, а зрители могут не помнить. Немножко нужно подвести нас. Мы говорили, почему некоторые евреи приняли Иисуса и пошли за ним, а некоторые говорили, что это не то совсем. Да, они ожидали проявления маковейских царей. Да, маковейских воинственных действий. А здесь пришел человек с пустыми руками еще и на ослике. Ничего не понятно. Я думаю, что здесь ответ в девятой главе Исаии с третьего стиха написано. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, и как радуются при разделе добычи. Потому что все хотели уже какого-то веселья. Непонятно, 150 лет здесь то греки, то римляне. Никакого веселья. Все хотели повеселиться уже. Все хотели веселиться. Потому что написано, что всякая обувь воина во времена, брани, одежда и обыгранная кровь будут отданы на сожжение в пищу огню. Никакого огня не было. Петр говорит, давайте не сведем огонь с неба. Тот говорит, вы не тем духом познали. И тут дальше написан ответ, что младенец родился нам. То есть получается младенец. То есть пока он вообще придет в состояние того, что он может меч поднять, пройдет какое-то очень долгое время. Народ не хотел этого. Они хотели здесь сейчас. Ну, евреи, мы этим отличаемся всегда. Мы хотим здесь сейчас. Но Рождество... И все остальные люди. Это время обновления на самом деле. Если мы восхвалим Господа, те пастухи, возможно, они были даже неверующие пастухи, а волхвы, тем более. Они просто пришли и увидели, что вот она истина. Истина пришла в мир. И за эту истину достаточно хвалить Бога. Потому что когда мы хвалим истину, истина начинает царствовать у нас. Она становится центром нашей жизни. А Иисус, который есть путь истины и жизнь, он умер, когда мы еще были грешниками, только потому, что он возлюбил каждого из нас настолько, что способен принять все наши грехи, все наши болезни, все наши проклятия на себя, вознести их телом своим на крест. И сегодня мы свободны в Иисусе Христе. И давайте за это действительно воздадим Ему славу прямо на том месте, где мы находимся сейчас. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты явил Свою славу, Свою любовь к нам 2000 лет назад. По отношению к каждому из нас, когда нас еще даже не было, когда мы еще были грешниками, Ты, Господь, умер за наши грехи. Ты понес все наши немощи, понес все наши болезни на крест. И все, за что мы сегодня молимся, за исцеление, за освобождение, за все эти разрушения проклятий, клеветы, которые были на работе. Мы просто понимаем, что Ты все это понес на крест, и мы отдаем Тебе это сейчас на крест, потому что Ты, Господь, способен разрушить это, потому что все дела тьмы, на которые проливается свет, становятся светом. То есть они исчезают и становятся Твоими делами, Господь, а Твои дела это доброта, это любовь, это всепрощение, это, Господь, долготерпение, которое Ты проявлял к нам. Благодарим Тебя, Господь, славен Твое великое святое имя, мы познали это имя, и поэтому мы сегодня являемся детьми Твоими, мы уверовали в Тебя, Ты дал нам власть без чадами Божьими, а там, где истина, там нет никакой зависимости, никакой болезни. Написано, утрешь всякую слезу, Господь, будь прославлен и превознесен, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя, Господь.